История Крещения Иисуса – это о вхождении нас в сыновство. Те, кто приняли Христа в свое сердце, получили к открытому небу доступ. Те, погрузившись в воды Йордана, умерли для греха и родились для жизни. На тех Дух Святой сошел как голубь, и Отец с небес сказал, «Это Сын мой возлюбленный!» Это путь и у каждого разный, по продолжительности и по времени. Вода – это еще образ Слова Божьего, и чтобы полностью войти в сыновство, необходимо преображение разума. И именно Слово Божье это делает, оно изнутри нас омывает и происходит метаноя. Две тысячи лет назад мы уже все получили, теперь нужно, просто приняв Иисуса, войти в свое наследство. И неотъемлемая часть в этом процессе у Иоанна Христителя. Он исполнен был Духом Святым с самого детства. И Вадим был им в пустыне, а Дух Святой всегда ведет к Иисусу и указывает на Него безошибочно. И даже если как человек Иоанн не до конца понимал происходящее, ибо говорил, что Ему надлежало бы креститься у Господа, но Иисус с любовью поправил его и сказал, что надлежит им исполнить всякую правду. Вот и в жизни кто-то для нас креститель и приводит нас к Христу своими молитвами. А для кого-то мы путеводитель и через нас ступают на путь истины. В этом мире так все взаимосвязано, что одно без другого жить не может. Мы очень зависимы от Бога, и Он сотворил так, что зависимы друг от друга. Ибо мы друг к другу члены, члены тела Христова. И если одной клеточке плохо, страдает и болеет все тело.